друзья мои всем привет и с вами снова я как всегда в своих прямых эфирах михаил шилов обязательно так 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 пригласить всех приглашаю в эфир так не знаю как ты по-другому что ли стала работать немножко какие-то приглашения тут теперь чё-то раньше как сама программа приглашала ладно вот итак михаил шилов автор проектов доктор шилов точка ком корректура точка ру будошин точка ру удоблог точка ру макевара точка ру и так далее 1 тут всех не на приглашаешься вот ну ладно привет привет всем помахать я с удовольствием вам друзья помахал но ведь я за рулем хотя попробую так раз раз кто-то там еще раз отлично так вот интересно да кроссфайт это не кроссфит что навеяло записать такое видео просто на самом деле какой не показалось то кроссфайт это вообще моё тут изобретение ну что понятно что интересно не приходит в голову лишь одного человека я совершенно по этому поводу не комплексую оказывается подобный термин уже существует поэтому на его авторство претендовать смысла нет только то что подразумевается под кроссфайтом в интернете где-то тоже можно найти это несколько не то что я буду иметь в виду расскажу я вот таком направлении значит которые ну можно сказать мы придумали я придумал разработал и вот сейчас мы будем доводить до ума на базе одного из клубов иваново в городе значит иваново клуб называется файт фитнес значит маленькое предисловие да ну что было понятно уж наберитесь немножко терпения по поводу предисловие что это такое вообще файт фитнес да уже название само по себе говорит она будет очень сопряжено с тематикой кроссфайта вообще на самом деле это клуб боевых искусств который в котором тренируется он как бы в группе клуб в группе клубов в группе залов где тренируется сборная команда города значит иваново ивановской области по дмм но также там занимается самыми разными боевыми искусствами вот но в этом зале еще и создана отличная зона для кроссфита потому что кроссфит является на мой взгляд самым лучшим методом функциональной подготовки для бойцов но как бы я сказал что-то для спортсменов зал но на самом деле он для самого широкого значит использование подразумевается группами самых разных людей и для индивидуального сами тренинга вне зависимости от возраста состояния здоровья и так далее вот кроссфит значит файт фитнес подразумевает то что это клуб где занимаются файтингом то будет боевыми то есть искусствами и занимаются фитнесом фитнес в основном оригинал национальную круговую тренировку вот интервальный тренинг то есть там все самки тренажеры такие же какие используются в кроссфите вот так вот и отсюда собственно говоря кроссфайтинг что такое кроссфайтинг это метод функциональной подготовки метод интервального тренинга для любых людей но прежде чем разобрать первоначально для спортсменов да для того чтобы повысить специальные качества специальную выносливость специальную силу специальную взрывную скорость та которая прикладное назначение имеет именно для бойца но так оказалось что те упражнения которые используют свои подготовки функциональные файтеры очень классно подходят и всем остальным людям ну с разумеется поправкой на интенсивность тренинга на объемы нагрузок и так далее вот а что же там тут особенного то особенность заключается в том что одним из элементов этого тренинга является работа на снарядах прежде всего на мешках груш лапах и макеварах различных как с тренером так и без человек может заниматься самостоятельно тот кто в теме тот поймет что снарядная подготовка если она выполняется с определенным уровнем интенсивности это офигенное просто кардио просто обалденное то есть свое время даже сказал Эрнест Хэмингуэй он говорил про бокс правда и говорил про реальный бокс то есть про поединок кто хочет понять что такое время должен простоять хотя бы одну минуту в ринге вот ну в общем правильно и собственно говоря то же самое можно распределить ну конечно в ринге тяжелее там потому что вы не регулируете значит интенсивность боя там от противника много зависит а вот в плане работы на снарядах вы регулируете но я хочу сказать что работа на снарядах ударная подготовка на мешках это вещь вообще которая просто может выжить из человека все соки если предположим ну провести там 12 раундов по три минуты с интервалом в одну как у профессионалов и просто постучать по мешкам в зависимости от уровня подготовки то есть интенсивность скорость ударов и может быть разная с плотность ударов разная но я хочу сказать что человек не подготовленный и 3 раундов от 3 минуты не отстучит ну в таком темпе что предположим ударов там 80 минут не получится вот зато человек подготовленный запросто может отколотить в трехминутном раунде до 180 ударов то есть это получается три удара в секунду полноценных ну какой-то момент получается 4 ударов 5 секунд перерыв получается но это уже очень подготовленный человек менее подготовлено 120 там ударов за минуту это в общем-то в порядке вещей конечно все это сочетается с элементами с упражнениями те которые используются в кроссфите только с манерой выполнения с поправкой на но как это делаются мы бойцы больше взрывная скорость больше плеометрики и так далее в общем короче говоря не знаю что то я сделал а не надо делать вот понимаете это очень интересно люди мгновенно начинают сам терять массу тела именно сам жировую когда тренировка вот идет такая круговая но только не как обычно это бывает в кроссфите давайте сразу начну словимся на том что под кроссфитом подразумевается не спорт кроссфит и не профессиональный кроссфит где люди выжимают из себя все соки а некий метод кругового интервального тренинга при котором частота сердечных сокращений поддерживается в необходимой для данного возраста и для данного уровня подготовки кардиозоне вот то есть высокая нагрузка до безусловно интервальная нагрузка все как в кроссфите только не запредельно это делается не не с целью достижения выдающихся результатов и не с целью побед соревнованиях а с целью корректуры тела трансформации тела укрепление сердечно-сосудистой системы и так далее так вот нового на базе клуба файт фитнес сейчас будут набираться группы да они уже функционируют но просто будет уже то что на работа на годами испытано на на незначительных самих группах таки в широкие массы для всех людей будут набираться группы с целью тиражирования и тем мы ее про мониторим хорошо посмотрим как она работает у нас есть же программы для разного уровня подготовки с разными задачами для разных типов людей для мужчин для женщин для подготовленных неподготовленных для тех кто ставит себе совершенно разные цели кто-то хочет укрепить сердечно-сосудистой системы кто-то хочет похудеть кто-то хочет увеличить плотность жесткость мышцы и и прорезаться в рельефе кто-то хочет увеличить силу кто-то скоростную выносливость и так далее то есть есть нюансы в программах мы эти программы покатаем покатаем обучим тренеров в большом количестве вот и начнем эту систему тиражировать возможно сделаем даже в этом плане определенную франшизу кто это дело все разрабатывал разрабатывал это дело все я почему я считаю что я в этом что-то соображаю но я об этом кто-то не кто про меня не знает расскажу спорте а более 30 лет гораздо как более занимался со теми легкой клейка в основном вся моя жизнь посвящена боевым искусством то есть больше 30 лет я занимаюсь карате последние годы занимаюсь и мы являюсь тренером по мм и сертифицированным дипломированным у меня значит по своему образованию кроме я врач у меня ты сертификата врача я хирург артапит травматолог и мануальный терапевт также у меня есть образование и вышки педагогическое институт физкультуры на то есть отделение физкультуры вернее ну как ивановский пединститут который является подразделением ивановского государственного университета занимался я на отделении физкультуры и спорт так что являюсь еще и дипломированным тренером сам предачу ко всему то есть видите со всех сторон то есть и медицина и педагогика и тренерская деятельность сам я спортсмен мастер спорта россии по карате вот так же у меня два высших экономических образования то есть я позвающий инженер экономист и северо-западная академия государственной службы у меня есть значит управление вот что что позволяет мне собственно говоря в ней бы помогала всю мою жизнь с руководить разными методами организациями группами людей создавать различные проекты и и так далее вот поэтому вот этот вот конгломерат знаний совокупность этих всех сам не позволяет позволила вернее и позволяла всегда с разрабатывать различные такие проекты и доводить их до ума вот это новый интересный проект в очереде множество моих со мной проектов он бы был бы невозможно не из моих учеников которые собственно создали этот клуб файт фитнес может быть его построили практически и весь с нуля вот и захотели чтобы я вас поставил там вот эту систему сам тренинга и может быть какой-то в каком-то плане системы управления и менеджмента качества самой значит самого процесса тренировочного фитнес-процесса программ которые будут использованы и так далее в разработке зала я тоже принимал участие определенное поэтому там все заточено под то что мы хотим делать вот так что друзья мои наблюдайте за этой темой я думаю вам будет очень это интересно то есть появляется такая площадка которые будут идти и и прямые трансляции в том числе и будут проходить вебинары будем организовывать по этой теме семинары кто может кто выланово живет за приезжая благо что сейчас в настоящий момент так как клуб открылся совершенно недавно действуют различные акции большая там гибкая система скидок в общем-то недорого очень для такого качества и для такого класса зала место хорошего где парковку всегда можно найти подземная парковка прекрасный есть там зимой машину поставить можно всегда в теплое помещение то есть все тут надо просто обязательно приходить и заниматься вы будете на гребне волны а сам что называется а почему я еще могу сказать что я знаю как трансформировать тело и так далее знаете несмотря на то что я занимался служебными искусствами был период моей жизни когда я совершенно не задумался на те толстые там были тонкие как я выгляжу с такой прочим главное было насколько хорошо идет тема в боевых искусствах и силовые показатели волновали но потом какой-то момент пришел к такому пониманию что хотелось бы и трансформировать собственно говоря измениться внешне ну что собственно говоря я сделал я запустил проект корректура который сам разработал да вот и в рамках этого проекта корректура я за два года от 105 килограмм похудел до 75 килограмм изменился полностью приобретя ну внешность у человека который в принципе мои вот 43 года может выступать на соревнованиях по мэнс физик вот так сила мощь понимаете вот так как мне . не такая с девиз такой сила мощь ну так вот друзья мои поэтому в этом плане и не только на себе это все безусловно поверила на самых разных людях и на моей группы которые занимаются и на членах своей семьи и везде то есть знаете это не сырой материал абсолютно если на самом деле он формировался годами проверялся годами ну а так как есть определенные знания довольно фундаментальные и академичные в области науки о человеке физиологии спортивной физиологии спортивной медицине биомеханики на томе человека нутрициологии спортивной нутрициологии то конечно мне все не из воздуха бьется еще и кроме практики существует мой и теоретическая база позволяющая разрабатывать вот такие методологии на научном набор на научном самом деле не только методом про ваших то есть сначала подводится научный базис по это дело потом это все пробиваются на практике и практика вводит определенные сами к реке тирок которые не могла там учесть предположим на сам теории вот и всего и собственно получается поэтому кроссфайт как таковой он отработан мы его отработали мы отрабатывали на протяжении трех почти лет мы сам работали и разработали методологию для групп прежде всего для мужчин которым за 30 40 см 50 интересные сами группа когда люди переживают кризис среднего свободного потому что в жизни хотят изменить начинают ходить по спортивным залам как не хотят себя менять а все в прошлом долгая сидячая там работа когда-то там потом пивко там что-то еще может спортом заниматься да но хочется там рвать когти там изменять себя ничего для этого нету здесь очень важен правильный правильный подход потому что когда люди просто покупают документы приходят в зал и начинают работать либо по общей групповым программам либо по индивидуальным программам с тренером то конечно вы понимаете все там ориентировано несколько не на то что они хотят они уже подстраиваются тренер вроде подстраивается под них но они больше подстраиваются под тренер занимается тем чем хочет заниматься он всегда сможет убедить его что то что хоть с ним делать это как раз кое что и нужно не скажу что у нас подход совсем и совсем и но персонифицированный все равно потому что идет оценка изначального функционального состояния рабица человека который приходит но и собственно говоря и выбранные те методы которые позволяют и и удовольствие получать потому что любой мужчина хочет быть таким с брутальным да то есть ему не только силу нужно нужно и мышцы чтобы были да и чтобы эти мышцы были функциональная желательно чтобы просто не были дуты и чтобы сила было и тело трансформировалось и трансформировалась чтобы ну и хотелось чтобы это имело какой-то прикладной смысл так вот снарядная подготовка она позволяет все это переносить еще потом и на бойцовскую подготовку и многие кто начинает заниматься кроссфайтом просто колотят снаряды во первых это позволяет под руководством самки тренера поставить правильную тех пор поставить удар и пить ударные по поверхности вот повысить специальную выносливость ударного до такую подготовку и потом многие начинают сам заниматься в парах с тренером занимаются бойцовской подготовкой возвращаются к ней кто когда-то занимался боксом или борьбой и так да и вообще просто возвращается мужиков таких 2 как говорится молодости вторая жизнь вот на них ориентировка идут в самую первую голову вот на них это все самое рассчитано вторая жизнь и категория кому кто кому это очень сам не нравится популяции кого это студенты ребята которые в свое время немножко под запустили тему и когда были молодыми спортом не занимались или занимались там уж каким-то футболом или чем-то еще а вот сейчас на пике популярности мм и боевые виды спорта и вот так вот прийти просто заниматься зачастую не получается потому что хватает начальной подготовки для того чтобы заняться этим они приходят там есть ребята молодые которые занимались занимаются уже по 5 по 6 по 7 лет и конечно за ними самки тянутся не получается какие-то амбиции собственные у этих сам студентов и чувство какой-то ложной гордости не поваляя как бы там во первых на равных быть не получается они 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 на равных быть не хочется и вот для того чтобы хотя бы начать сам заниматься серьезно не в плане технического мастерства уровня просто подготовки с физической нужно безусловно сначала ну подтянуть себя поставить технику поставить ударку поставить какие-то элементы бабы самостраховки а батюшку это первичную функциональную подготовку подтянуть уровень чтобы можно было нормально всю тренировку заниматься и вот здесь вот тоже в первую голову выходит тот же самый кроссфетинг вот очень короче ребят я вам буду скидывать и на фейсбуке и в своих сообществах вконтакте есть меня сообщество называется корректура она есть и на фейсбуке и вконтакте и в одноклассниках и на на моем мире в mail.ru есть сайт корректура .ru мой проект который только развивается еще там есть уже много материалов но будет намного больше конечно есть плейлист на ю тубе который нам меня на канале на моем канале на ю тубе в лейлисте по им на канал есть плейлист который называется корректура и вообще на моем просто канале на ю тубе можно набрать тренировки функциональный тренинг вот такие сам запрос она по хэштегам найдет массу бесплатных интересных видеороликов в том числе из нашего клуба если набрать группа будушин или душин посмотрите как наши занимаются ну вот может я и под этим видео ссылки размещу потом вот на наши тренировки на парочку троечку как это выглядит или на основы жимки такие с рекламные ну и смотрите будут рекламные ролики кстати вот в эти выходные в сами планируется записать трек ролики все получится то выложу его тоже ну вот приходите поинтересуйтесь кстати у нас я сказал эти программы все еще будут думаем разработать свои приложения для коммуника ну для платформ для мобильных где-то тоже можно было первых и в режиме реального времени подключаться к нашим самки тренировкам смотреть записи вебинаров и получать какие-то программы ну то есть смотрите кому интересно я думаю вам это понравится всем пока я пошел на тренировку и и Продолжение следует...